На тушение девяти пожаров выезжали за выходные дни сотрудники МЧС области. Сгорели шесть строений. Спасен человек, есть травмированные. Спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Семигостичи Столинского района. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, наблюдалось горение в доме. Со слов соседей, в нем мог находиться человек. В ходе разведки работниками МЧС обнаружен и спасен хозяин, пенсионер 1942 года рождения. С ожогами и отравлением продуктами горения он госпитализирован. На дорогах области за выходные зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия. Два человека получили травмы. В Пружанском районе травмирован несовершеннолетний велосипедист. 24-летний житель Пружанского района, не имея права управления транспортным средством, управлял мотоциклом «Минск». Совершил наезд на шестилетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний велосипедист с травмами госпитализирован. Еще одна авария произошла в Овоцевичском районе. Мотоциклист не заметил на проезжей части дикое животное. Совершил наезд на дикое животное – косулю, которая, по предварительной информации, внезапно выбежала на проезжую часть дороги справа налево по ходу движения мотоцикла. В результате наезда водитель не справился с управлением транспортного средства и допустил опрокидывание. В оперативно-дежурную службу Пинского ГОВД обратился 20-летний пинчанин, который сообщил, что неизвестный беспричинно нанес ему удар пивной бутылкой по голове. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого. Им оказался 25-летний неработающий житель Пинского района. Фигурант был задержан на месте происшествия. В беседе с правоохранителями свой поступок мужчина объяснить не смог, аргументируя это состоянием алкогольного опьянения. Следователями Дана правовая оценка действиям фигуранта возбуждено уголовное дело за хулиганство. В пункте пропуска Козловичей был задержан грузовой автомобиль, следовавший из Польши. У сотрудников таможни вызвало подозрение оформление сопроводительных документов. Транспортное средство было направлено на углубленный контроль. Были выявлены незадекларированные товары, а именно комплекты маскировочной одежды, кухонные приборы, чехлы для ножей и иные товары на сумму порядка 76 тысяч рублей. По данному факту Брестская таможня начит административный процесс.